На связи компания Жаско. Мы находимся на выставке Агропродмаш. Наш стенд посвящен переработке отходов убоя, отходов мяса, рыбы и птицеперерабатывающей промышленности, просроченных продуктов питания. Как зарабатывать на том, что принято утилизировать? Как сделать безотходное производство? Какие выгоды можно извлечь из того, что обычно выкидывают? На эти вопросы вам ответит мой коллега Андрей. Он расскажет про линии экструдирования и про измельчитель-пастоприготовитель. На данной выставке очередной раз столкнулись с вопросом по поводу утилизации отходов убоя и мясопереработки. Подходили многие наши потенциальные заказчики, кто занимается данным направлением. И вопрос по утилизации данных отходов у них не решен. В связи с этим готовы предложить технологии по переработке данных отходов методом экструдирования. В связи с этим как раз привезли на данную выставку оборудование, которое используется в данных линиях. Это силовой измельчитель-пастоприготовитель. Измельчитель-пастоприготовитель М1-30 предназначен для измельчения птицы, рыбы, кроликов, отходов кожевиного производства, пера и щетины. В данном измельчителе реализована система полный ункер. Она представляет собой то, что в нем установлено три решетки, одна из них подрезная и два ножа. Выпускается в трех модификациях с разной мощностью. Соответственно здесь представлен 30 кВт, также устанавливаем двигатели 18 кВт и 11 кВт. Производительность данных измельчителей пластоприготовителей составляет до 500 кг в час, до тонны 100 и до 2,5 тонн в час. И пресс-экструдер 900 с мощностью двигателя 90 кВт. Производительность данного экструдера составляет от 800 кг в час до 1200. Предназначен для переработки таких культур, как зерновые, пшеница, ячмень, кукуруза, бобовые, горох, нут, соя. Возможно также перерабатывать различные смеси, то есть зерновых, бобовых культур с различными наполнителями, такими как сено, солома, отходы убоя, мясо переработки и тому подобными продуктами. Данный экструдер изготавливается в трех вариантах исполнения. Переработка только зерновых и кормов, в соевом варианте переработка только сои, и универсальный. То есть позволяет перерабатывать все ранее перечисленное, как и смеси, так и зернобобовые монокультуры, и в том числе сою. В результате данной переработки, то есть из отходов, мы можем получить сразу либо готовый корм, либо кормовую добавку. Также на выставку привезли образцы продукта, которые получаются при переработке методом экструдирования. Также данная технология выгодно отличается от классической переработки отходов убоя в мясокосном уку тем, что отсутствуют жировые стоки канализационные, отсутствует такой неприятный запах при классической переработке. И требуется только один энергоноситель, это электричество. Нехватимости в паре, в газе и так далее, тому подобного точно нет. Сделайте свое производство эффективнее с оборудованием ЖАСКО. Позвоните нам, и специалисты подскажут, какое оборудование будет наиболее эффективным на вашем производстве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова